Соседский пёс Барсик прожил 10 дней в одиночестве. 1 числа нашего волонтёра Ирину Стрижак наконец-то госпитализировали. В травматологии женщинам не дали пароль от Wi-Fi, поэтому хозяйка сельского мини-приюта осталась без связи. Со 2 числа началось обследование УЗИ печени, вен, кардиограмма, ФГДС, ещё куча всяких исследований, на основании которых будут решаться, возможно ли делать операцию. Очень много противопоказаний, и операция очень сложная. Пока на связи только Валерия, её дочь. Валерия сейчас дома с животными, ей не разрешили остаться, поэтому не пришлось никого просить ухаживать за животными, кого-то другого. Просматривая теперь ещё девушка, помимо довашних, и за Шариком, бездомышем которого мать кормит, и за Барсиком. И вот насчёт него оказалось много новостей, но, к сожалению, они совсем нехорошие. Ирина Стрижак, когда травмировалась, не ходила, естественно, кормить Барсика, с сельского собанью. Вы же знаете его историю. Бабушка умерла, сын уехал в Россию, за собакой присматривала волонтёр, а потом вызвался якобы один человек, знакомый якобы семьи. Долго писать мы не стали эту статью. Смысл был в том, что пару дней назад женщины увидели, как он худой и беспомощный, безжизненный, точнее сказать. Как оказалось, за эти 10 дней, как Ирина Стрижак травмировалась, собаку никто так и не кормил, и не носил ей воды. Ворота были заперты. Лера палкой просунула миску с кашей и бульона, и ждала, пока он поест. После нескольких глотков долгожданной еды Барсик застыл, упал на бок, и начал биться в конвульсиях несколько минут. Я думала, что он умрёт, и очень испугалась, очень, рыдаю, ругаюсь на этих дней людей. В итоге он на шатайших лапах встал и доел. Я до сих пор вспоминаю эту картину, и мне жутко. Как можно оставить старого, верного, доброго пса в такие смертельные муки? Фото тогда я не сделала, не была готова к такому повороту, да и была без телефона. Такие дела. Рассказывает чуть ли не в истерике девушка. У нас сразу стал вопрос, а как же тогда мама его кормила? Ведь думали, ключи от калитки у неё есть. Когда она его кормила, ключи были. Да, они и есть где-то, наверное, но я их не найду без неё. Просто он её знал, и это была её ответственность. А потом нашёлся якобы человек, который эту миссию взял на себя, как раз перед травмой мамы. Там цепь длинная. Даже если найду ключ, не знаю, как зайти. Цепь очень длинная. Я не боюсь собак, но он меня совсем не знает. Говорит, с опаской девушка, для которой будничная жизнь волонтёра всё-таки в диковинку. Поначалу этой истории мы помним, Ирина Стрижак говорила, что кормил какой-то пьющий мужчина, или наоборот, который делал это в селе. Ну, то есть, самогон варил. И кормил он собаку тогда, в те моменты, раз в четыре дня. Да, мама, когда вчера меня увидела в слезах, мы ему позвонили. Мама очень ругалась. Пришло красное пьяное существо. Мы вышли с мамой. Она очень кричала на него и ругалась. Почему не предупредил, что не кормит больше барсика? Он явно в запое, это чудовище. Еле что-то говорила, но убрало и воду налило. Сегодня вечером я пошла ему еды подсунула и понимаю, что его не было. Очень жалко старого верного преданного пса. Он просто умирает от такой заботы, рассказывает Лера. Вот это единственное фото девушка сделала. И как прежде, там такие глаза. Это жуть. Тоска до удыри просто берёт. Девушка вчера снова не смогла удержаться от лес. Своих в приюте куча, тоже разных и больных, и инвалидов. Но все они любимы. А этот брошенный. Всеми. Я с ним разговариваю. Он даже хвостом виляет, улыбается. Мы его не бросим. Пока мама болит, я буду его кормить. А вчерашнюю картину я не забуду никогда. Это очень жестоко. Животные не заслужили такого. Говорит девушка о том, что у них с псом начал налаживаться контакт.